Продолжим выпуск. Защитим от любого давления со стороны государственных и правоохранительных органов. Такое обещание дал премьер-министр Олжас Бектенов потенциальным инвесторам, заверив, что в лице правительства бизнесмены найдут надежного и предсказуемого партнера. Что еще готово предложить государство для привлечения инвесторов в Казахстан и как это отразится на нашей жизни, расскажет моя коллега Игири Муздебаева. Привлечение инвестиций для правительства страны однозначно тема болезненная, подвергавшаяся критике далеко не раз. Об отставании от плана в прошлом году говорил еще прежний глава Кабмина Алихан Смаилов. Новому же составу правительства президент Касымжомар Токаев поручил обновить налоговое и бюджетное законодательство. В общем, основу экономической политики. И в ней почетное место отдать крупному инвестору. Наша основная задача обеспечить благоприятным бизнес, инвестиционный климат в стране, а не держать предпринимателей на коротком поводке. Эта работа имеет большое значение с точки зрения обеспечения социальной справедливости и призвана решить важную экономическую задачу. Поэтому дискредитировать ее никому не позволено. Сегодня на заседании правительства, спустя почти месяц работы в новой должности, Лжас Бегтенов дал задание Министерствам иностранных дел и цифровизации. В кратчайшие сроки обеспечить полноценный запуск национальной цифровой инвестиционной платформы. Что-то вроде онлайн-механизма единого окна. Он должен позволить ускорить административные процедуры и снизить барьеры для инвесторов. Мотивация понятна. Инвестиции – это рост экономики, а значит улучшение жизни населения. Новые рабочие места, повышение производства и развитие технологий. Один из главных ответственных чиновников за все поручения, заместитель Бегтенова, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, отчитался о проделанной работе и выдвинул свои предложения для того, чтобы казахстанский рынок стал еще более привлекательным для инвесторов. Для снижения издержек инвесторов при строительстве производственных объектов рассматривается применение международных стандартов по строительству. Отсутствие необходимости адаптации под надстандарты позволит сократить время реализации проектов в полтора-два раза и снизить расходы на стадии проектирования и строительства на 20-30%. Для дальнейшего стимулирования инвестиций Байбазаров предложил усилить работу инвестиционного штаба, который будет координировать действия всех сторон. Также в планах сокращение налоговой отчетности и отмена ряда расчетов и деклараций для будущих инвесторов. По принципу, чем больше инвестиций, тем больше льгот. Все это пока только в планах, но исполнение их под жестким контролем. Теперь главное, чтобы вся эта информация дошла до нужных инвесторов.